Всем привет! Пандемия существенно изменила привычный нам образ жизни. Миллионы детей, оставшиеся дома, требуют внимания и возможности выплеснуть накопившуюся от безделия энергию. Образование для детей онлайн – объективно очень сложная задача. Здесь и отсутствие коллектива, и невозможность прямого контакта с учеником, и другие мелкие нюансы накладывают свой отпечаток. Детская киношкола «Талантино» во главе с Анной Яшиной уже на протяжении 9 лет готовят маленьких артистов, но лишь в марте этого года у них открылся онлайн-формат. Здравствуйте, меня зовут Анна Яшина, я владелец актерской школы «Талантино» и актерского агентства «Талантино». Наши дети снимаются в кино очень много, часто, и мы до момента карантина были оффлайн актерской школой. А сейчас, с 23 марта, мы обучаем детей и онлайн. Очень люблю свою работу. Закончила в ГИК, и закончила бизнес-школу Сколково в стартап-академию. Люблю свою работу, детей обожаю, очень. Нашей актерской школе «Талантино» 8,5 лет. Начинали мы с актерского агентства, и мы просто искали детям работу в кино. Ну, до сих пор, в общем-то, этим занимаемся. Работа в кино, съемки в рекламе, в сериалах, в коротких метрах, в социальных роликах. Наши дети снимаются за деньги, и мы, как агентство, получаем за это процент агентский, 20%. А после того, как актерское агентство мы запустили, мы стали делать такие разовые мастер-классы, например, с режиссером-постановщиком, с актрисой, с продюсером, и поняли, что вот 9 лет назад это было очень актуально. Это был какой-то, знаете, голубой океан. Никто этого не делал, и дети хотели заниматься. И мы поняли, что надо с разовых таких историй переходить на обучение полного цикла. И с сентября месяца мы стали актерскую школу делать на 9 месяцев. То есть у нас обучение продолжается 9 месяцев. Делали на коленке вместе со своей подругой. То есть сначала актерское агентство, а потом актерская школа. Сейчас у нас есть разные курсы. Есть 9-месячные, есть короткие двухмесячные. Кроме актерского мастерства мы учим детей снимать свои фильмы на курсе фильммейкинг. У нас есть курс «Новые медиа» для наших продвинутых учеников, потому что у нас есть дети, где не все хотят стать актерами, кто-то хочет стать режиссером. А кому-то после 3-4 лет обучения в актерской школе мы хотим предложить новый продукт. И, например, «Новые медиа» — это для тех, кто уже все знает про актерство, уже снимался сам. Это про изучение разных профессий околокиношных, как, например, «Актер звучания», «Режиссер монтажа», «Виджейна радио». То есть мы, это такое практикоориентированное обучение, когда ребенку дают информацию, то есть они проходят какой-то блок, например, радиоведущих, диджейнга, и потом они в конце приходят на радиостанцию, берут интервью у «Виджея» и смотрят, как вообще там внутри все устроено. То есть это очень много встреч с людьми из профессии, то есть не просто там преподаватели тебе читают, теоретики, вот, а те, кто непосредственно работает. Я закончила в ГИК, факультет продюсер кино и ТВ, и я хотела как-то, ну, знаете, соединить любовь к детям и мой опыт работы в киноиндустрии. Я сама и снимала кино много лет, и снималась, и мне хотелось объединить кино и детей, я не знала как. Вот, и дальше вот как бы вот мой, мой личный такой челлендж этого карантина, я боялась сама всегда детям преподавать, я была таким организатором, да, этого процесса, я беру на работу преподавателей, и они преподают, вот, но в этот карантин я сделала свою группу, назвала Ангелы Яшиной, вот, потому что не знала, как назвать на самом деле, если будут какие-то мысли, буду рада переименовать. В общем, мы занимаемся креативным продюсированием самого себя и ведением и презентацией себя в социальных сетях, в Ютюбе, в Инстаграме, в ТикТоке, в Лайке, вот, и только что вот мы в эти выходные закончили курс, у нас был питчинг наших проектов с презентациями в онлайне, в Зуме, вот, у нас были приглашенные гости, и 10 учеников моих, одна девочка из Челябинска, остальные все из Москвы, пока такая география была, каждый защищал свой собственный проект. Современные тренды, они очень актуальны, и не надо от них открещиваться и говорить, господи, это какая-то ерунда, что за ТикТок, что вы там сидите вообще, это же пустая трата времени. Мой однокурсник по ВГИКу, Влад, сказал правильную вещь, и нас этому учили, в общем-то, что ты можешь быть потребителем контента и действительно можешь прозябать в этих социальных сетях и постоянно скролить ленту, а можешь быть производителем. Вот вы сейчас производите контент, да, то есть вы относитесь к одному проценту, а 99% его просто смотрят, и хорошо, если они смотрят вашу программу, да, потому что она хотя бы чему-то учит, ну или просто делает обзор, как сейчас люди выживают, малый бизнес, вот, а есть ведь, ну, как бы видео, которое ничего не несет, и ты залипаешь, и листаешь, листаешь, вот, поэтому наша задача детей направить, то есть я не мечу в педагогии, я скорее наставник, я такой, я между родителем и ребенком, родителю я хочу донести, что это нормально, что он там живет и занимается этим, а ребенку я, ну, как бы наставляю, направляю, и мы с ним вместе придумываем концепцию, тему, да, как это можно подавать, зачем это нужно, что это вообще здорово, это можно монетизировать в будущем, да, впоследствии, и что то, чем они занимаются, это круто, это наше будущее. Сейчас им 10-13 лет, например, да, и что будет через 4 года с образованием, и будут ли университеты, институты, и захотят ли они туда пойти учиться, непонятно, поэтому, ну, вот, быть здесь сейчас. 26 марта или 23-го мы прекратили свою работу в офлайне, потому что мэр Москвы запретил работать центром дополнительного образования, и мы ушли в онлайн. За неделю мы переупаковались и продолжаем преподавать детям от 3 до 17 лет, и на самом деле, знаете, очень интересно, я не думала, что так, такое возможно, но если раньше мы просили наших преподавателей о том, что давайте, мы же можем делать марафоны, мы можем обучать детей из разных других городов, мне все говорили, что это невозможно для актерского мастерства, ну, скорее всего, мне кажется, не хотели адаптировать, вот, но настало такое время, когда нам просто за неделю не было выбора, не было вариантов никаких, и мы это сделали. Не все преподаватели пошли с нами, то есть, ну, по разным причинам, у кого-то плохой интернет, кто-то просто не хотел и отнекивался, да, но, тем не менее, кроме наших преподавателей, осталось, наверное, 80% наших, и мы пригласили старых наших друзей, с кем мы работали раньше, и все откликнулись с большим таким, знаете, с такой отдачей, и у нас пришли новые преподаватели, клиенты тоже не все остались, порядка, наверное, 50-60% с нами остались и пошли в онлайн, а остальные подумали, что это все временно, ненадолго, ну, или не хотим, или ребенок там, ну, не будет воспринимать информацию как нужно. И вот уже два месяца почти мы занимаемся актерским мастерством онлайн, то есть это возможно. Это для нас расширило границы, мы понимаем сейчас, что мы не только для Москвы можем свои услуги предоставлять. То же самое касается персонала, тех людей, которые на нас работают. У меня появился преподаватель из Калининграда, вот, уже не своя студия актерская, и она закончила лучший вуз в Москве, это ГИТИС, и волею судеб просто переехала. У меня есть режиссер монтажа, который живет в Киеве, и он монтирует для нас ролики, и он преподает на моем курсе, в том числе режиссуру монтажа. То есть вот он из Киева прекрасно тоже это может делать. И есть сотрудник, который живет в Пермской области, в поселке Березники. И это тоже как бы про то, что неважно в каком городе ты живешь, спасибо карантин, спасибо пандемия. Вот, и учителя новые появились, и сотрудники, география их расширилась, и клиенты пришли новые. Ну клиенты, такое грубое слово, не люблю его на самом деле. Странно своих детей называть клиент, мои клиенты. Я очень рада, что мы не умерли, не прекратили свою работу. Для нас это было очень важно, потому что, ну видите, уже два месяца мы сидим, и непонятно, когда на самом деле могут занятия возобновиться. О нас просто могли бы забыть, да, то есть если мы вернемся через полгода, то к нам дети за нами могли бы не пойти, например, да, поэтому это вынужденная мера была. И так как оффлайн у нас стоил примерно 11-15 тысяч рублей в месяц, и мы занимались в шикарном, в престижном таком детском центре, где было и кафе, и, ну то есть все было обустроено, все было здорово, то для онлайна мы снизили стоимость месяца обучения до 5000 рублей. И с другой стороны стали доступнее для тех ребят, которые раньше не могли позволить себе учиться в Талантино. Через онлайн достучаться до каждого ребенка сложнее. Я знаю, что многие наши коллеги из отрасли или прекратили обучение, или, ну, как бы они берут тайм-аут, и, ну, это, не знаю, не очень здорово. Мы потеряли в деньгах, но у нас есть работа. Вот это очень радует, потому что в самом начале пути, ну, когда ты листаешь ленту и читаешь только плохие новости, только негатив, можно в этом закопаться. А когда тебе есть чем заняться, у тебя есть твое дело, оно продолжается, то это, ну, какое-то, это жизнь в этом есть. Вот поэтому я очень рада. Возможности новые классные в том, что, например, крутые домашки сейчас дети снимают. Мы все участвовали в начале пандемии в косплее, в косплеях, в косплеях на известных, например, там, киноперсонажей, на сцены из фильмов, просто на каких-то известных людей. Потом мы снимали разные челленджи. Мы сделали челлендж, наш преподаватель придумала, как ее дети, находясь в разных квартирах по всей Москве и не Москве, они варили ей гречку. То есть первый человек брал гречку с полки, сыпал ее в кастрюлю, второй ребенок эту кастрюлю ставил на газ, включал газ, третий ребенок солил эту кастрюлю, и в итоге вот так вот потихонечку гречка, которую Олеся забыла купить, и ей не хватило на полках. Ну, это, конечно, это было задание, это неправда. Вот, в итоге Олеся на стол приходило блюдо из гречки. Вот, это здорово. Пересмотрели ставки преподавателей, пересмотрели оплату штата, очень многих посадили на проценты от общей выручки, что тоже встретило такое, ну, не все готовы, не все довольны, поэтому с кем-то мы не работаем сейчас. Задача, чтобы у преподавателей, преподаватели могли заработать, чтобы администраторам было из чего заплатить, а мы как собственники, мы как бы сейчас, ну, деньги не так важны. Мы работаем, смотрим в долгую, просто чтобы эти клиенты остались с нами. Вот, это важно сейчас. Еще из антикризисных мер, ну, мы быстро сделали бесплатные марафоны, чтобы набрать новых клиентов. Участвую я во всех форумах, которые онлайн проходят, про образование. То есть, кто бы меня ни позвал, там, какой-то сад или форум для подростков, просят выступить бесплатно. Я везде иду, потому что я понимаю, что для меня это, ну, там, плюс несколько клиентов могут потом прийти ко мне учиться. Вот, поэтому сейчас очень сложно размещать рекламу, то есть, очень мало сейчас заявок идет, то есть, в начале апреля нам было легче. На самом деле, крутые возможности в том же Zoom, когда ты можешь, там, демонстрацию экрана запускать, ты можешь зарядку, начинать зарядки уроки свои, вот, когда ты можешь создавать в Zoom отдельные кабинеты, вот, то есть, разводить детей, например, у них есть задания, я хочу их поделить на три группы, я в Zoom просто их делю в кабинеты, и они не видят друг друга и не слышат друг друга. Я как администратор могу заходить и давать задачи. То есть, у нас просто, ну, как бы, да, за неделю перешли из офлайна в онлайн, переобучились, и сейчас я лично вообще не хочу в офлайн. Серьезно, мне так понравилось, это очень круто. Конечно, мы оставим онлайн, и после того, как все закончится, обязательно, потому что это дети из разных стран и городов, но и офлайн тоже будет. Посмотрим, в какой пропорции, то есть, мы сейчас ничего не загадываем, мы живем в ожидании новостей, как только нам скажут, например, через неделю Москва открывается, через неделю образовательным учреждением, да, на отмашку вы можете работать, тут же мы придумываем, что мы будем делать, мы тут же выходим на работу, потому что дети засиделись, им скучно дома, то есть, мы летом будем работать, офлайн будет, онлайн тоже останется, и мы будем делать, может быть, какие-то там, знаете, фестивали мы делаем, чтецкие вечера, когда можно собираться, и все дети, чтобы встречались, даже те, кто на онлайне. Так, как я сама, наверное, предприниматель, и мои глаза не затухают, там, при виде какой-то там очередной беды, там, или финансового кризиса, то и своим друзьям из образовательной среды, из предпринимательской, хочу сказать, что у вас внутри такой дух борцов и предпринимателей, вот, желаю его сохранять, его, как бы, увеличивать, да, потому что вам нужно делиться со своей командой, и заряжать их ежедневно или еженедельно на подвиге, вот, я знаю, что мы прорвемся, и все будет хорошо. Безусловно, мы все осознаем чрезвычайную важность всестороннего развития ребенка. Проект «Система радости» и основатели «Мозгошколы» Анна Орданова и Анна Копылкова решили уделить нам несколько минут своего свободного времени и рассказать, как они перепрофилировали свою школу в онлайн. Добрый день, меня зовут Анна Орданова, я соучредитель проекта «Мозгошкола», который является очень большой и значимой частью проекта «Система радости». Добрый день, я Анна Копылкова, предприниматель, экономист, выпускница бизнес-школы «Сколково», совладелец двух действующих бизнесов, мама четверых детей, и я руковожу проектом «Мозгошкола». Мы создали наш проект для того, чтобы помогать взрослым и детям, и «Мозгошкола» именно для детей, целенаправленно развивать мозг. Необычная такая задача, которая была поставлена еще в 2012 году, на российском рынке тогда выглядела очень странно. Все спрашивали нас, что это новый медицинский центр, и мы последовательно и спокойно рассказывали о том, что и «Мозгошкола», и «Система радости» — это не медицинский центр. Это занятия, регулярные развивающие занятия для детей и для взрослых по целенаправленному развитию мозга. Развивать детей так, чтобы они гармонично адаптировались к детскому саду, к общению, к социализации, к школе, к умению учиться, это тоже требует сейчас огромного внимания и огромного контроля со стороны родителей и, конечно же, специальных занятий. Потому что последние 10 лет в России и, наверное, 20-25 лет на Западе идет огромная информационная волна давления на мозг, и, соответственно, мозг и взрослых, и детей изменяется. Он перестает активно работать во всех нужных ему зонах мозга, и у него постепенно, постепенно снижаются такие виды активности, как эмпатия, умение общаться, умение творить, умение анализировать и трансформировать информацию для себя, все виды креатива. Все это снижается под давлением информационного шквала от того, что мы постоянно пользуемся гаджетами, от того, что мы только потребляем информацию и никак с ней не работаем. И, конечно, для нас была важнейшей задачей, а мы с моими партнерами, тоже родители, развить наших детей гармонично, спокойно и грамотно. Наш проект работает всегда в оффлайне, и нам очень важна была именно эта точка ведения занятий. Хотя, конечно, мы подумывали и про онлайн, но только современные условия вынудили нас перейти к цифровизации, к переводу нашего проекта в онлайн. Это огромный вызов и сложнейшая задача. И хотя нашим прекрасным коллективом мы ее решили очень-очень быстро, но до сих пор у нашего методического отдела, а я являюсь руководителем сейчас методического отдела, стоят вопросы, как же развивать эмпатию внутри процесса онлайн, как взаимодействовать с ребенком со стороны преподавателя, как переводить часть нашей деятельности во все эти другие виды активности, то есть что вообще делать. Мы ищем решение и параллельно уже ведем занятия так, как мы точно понимаем более грамотно для онлайна. В любой момент, как только у нас появится возможность перевести обратно наши занятия в оффлайн, мы сделаем это. Но сейчас мы приняли решение, что мы будем развивать параллельно оба этих процесса. Мы были уверены в том, что мозгошкола онлайн невозможна. Мы всегда делали акцент на том, что самая важная составляющая методики мозгошколы — это групповое взаимодействие детей между собой. И как только стало понятно, что ситуация не изменится быстро, а бизнес в любом случае должен функционировать, и мы увидели реальные результаты других развивающих центров и других занятий, мы стали думать о том, как же мы можем адаптировать методику к онлайну. И нужно отдать должное нашему методическому отделу и нашим тренерам. Мы достаточно быстро смогли адаптировать методику к дистанционному обучению. Наши тренеры прошли обучение, прошли практику. Мы провели очень большое количество занятий бесплатно с нашими самыми стойкими и самыми верными учениками именно для того, чтобы понять, как это работает, действительно ли есть те эффекты, которые мы декларируем, которые мы обещаем. И для нас было очень важно не просто перевести бизнес в онлайн, а перевести его так, чтобы нам не было стыдно как минимум, что мы могли гордиться тем вкладом, который мы внесли в жизнь людей, которые оказались дома с детьми, вынуждены работать и разрываться между бытовыми вопросами, вопросами, связанными с образованием детей и своей собственной работой, но и на самом деле вопросом, как жить дальше. Важной составляющей наших онлайн-занятий — это то, что дети могут заниматься вместе с родителями. И мы для себя ставили задачу, чтобы родители, которые захотели уделить этому время, тоже получили свою часть пользы. Потому что, безусловно, наши занятия оказывают воздействие не только на детей, но и на взрослых, то есть на тех, кто действительно хочет этим заниматься. Помимо того, что мы изменили методику, обучили тренеров, конечно же, мы освоили ведение занятий в зуме, мы освоили новый вид отчётности, мы освоили новое общение. То есть фактически изменилась наша бизнес-модель. Мы стали общаться с другими клиентами. То есть если раньше мы общались непосредственно с детскими клубами, то сейчас мы стали осваивать новые платёжные системы и принимать уже клиентов, родителей и, собственно, детей сами напрямую. Это повлекло за собой фактически перестройку бизнеса. Методика была адаптирована под онлайн. Тренеры были переучены. Тренеры прошли практику. Мы убедились в том, насколько классная у нас команда. Для нас, для всех, коронавирус стал неожиданностью. И для нашего проекта, несомненно, тоже. Очень важно, чтобы каждый проект и каждый человек всегда гибко подходили к обстоятельствам. Конечно же, это вызов, и нам пришлось тоже на него отвечать. Коронавирус и самоизоляция, снижение бизнес-активности, снижение деловой активности, социальной активности, человеческой, общий стресс, который нас до сих пор окружает. Всё это на нас достаточно сильно повлияло. Но так как мы всегда имеем в запасе разработки методические, то мы сразу же стали искать способы для того, чтобы показать рынку новые возможности и рынку, и людям. Дать людям лайфхаки, знания, навыки. Как только пошёл слух о вирусе, постепенно детей перестали водить не только в наши группы, но и вообще в развивающие центры, детские сады и потом уже в школы. То есть постепенно мы принимали решения о закрытии наших групп одной за другой. Собственно, таким образом мы оказались в ситуации, когда мы не могли проводить занятия. Наши тренеры оказались дома на изоляции, и весь наш офис тоже переехал на удалёнку. Принятие ситуации произошло моментально. Это очень большой плюс. То есть люди, мы не жевали сопли, мы быстро приняли всё, надо что-то делать. Одномоментно остановились все оффлайн-площадки, прекратилась выручка. Мы входим в число наиболее пострадавших отраслей. Нам пришлось сократить время занятий и убрать упражнения, где дети играют между собой. Это стало невозможно. Но я хочу сказать, что на результат это не повлияло. У детей всё так же открывается творческое мышление. И, как оказалось, вполне хороший был шаг перейти на онлайн-занятия. Мы приняли решение о том, что мы постараемся сохранить работу для всех тренеров, с которыми мы сотрудничаем. Мы пересчитали экономику, всю нашу бизнес-модель, для того, чтобы понимать, что куда мы можем тратить и откуда мы можем получать доход. Мы были на связи со всеми нашими партнерами. И понимая, насколько им тяжело в этой ситуации, потому что мы сами убедились в том, насколько сложно переводить детское образование на онлайн, особенно малышей, потому что они, ну просто, во-первых, им тяжело столько времени проводить с гаджетами, но и реально очень сложно перевести образовательную технику, которая построена на непосредственном общении, на живом общении ребёнка с преподавателем, насколько это сложно перевести всё онлайн. Поэтому мы подумали, чем мы можем быть полезны нашим партнёрам. И мы предложили им партнёрскую программу, теперь в другую сторону. То есть мы предложили проводить занятия для их аудитории за агентский процент. Соответственно, они могли, ну условно, часть преподавания передать нам на аутсорс. Ну, преподавание, понятно, в рамках нашей компетенции, проведение занятий мозгошколы онлайн. Какие расходы мы можем сократить? Соответственно, это тот самый шанс для бизнеса, даже если он существует давно, посмотреть на себя как бы со стороны и понять, что реально нужно, а от чего можно отказаться. И на самом деле здесь очень важный момент, вот который мы приняли относительно тренеров. Понятно, что люди, которые не находятся у тебя в штате, фактически не находятся у тебя в команде, и ты, собственно, не особо несёшь перед ними ответственность. Но то осознание, что люди доверились твоему проекту, и тебе нужно постараться удержать для них возможность заработка, это тоже очень важный момент. Я хочу сказать о том, что в кризисной ситуации всегда становится понятно, какой бизнес остаётся с человеческим лицом. На мой взгляд, это очень важно. Это очень важная проверка для команды. И это важная проверка и для сотрудников, и для внешних партнёров. То, как сотрудники смотрят на руководителей или на владельцев бизнеса. То есть это всё закладывает траектории на будущее общение, на будущее сотрудничество. И на мой взгляд, в кризис это особенно важно. Начинающим предпринимателям или тем предпринимателям, которые уже активно действуют, я бы посоветовала, в любом случае выбирать самые действенные, самые активные, самые развивающиеся сферы бизнеса. В том числе, это сфера детского дополнительного образования. Все, кто занимается образованием, они выполняют такую роль провидцев. То есть мы думаем о том, что действительно может понадобиться нашим детям в будущем. Какие профессии будут востребованы, соответственно, какие навыки необходимо сейчас уже закладывать в наших детях. И, собственно, когда мы говорим об открытии бизнеса, связанного с образованием детей, мы стараемся заглянуть вот в это будущее. Сейчас есть еще ниша, в которой активно развивается в том числе наш проект. И это ниша общего целенаправленного развития ребенка. Эта зона развития пострадала, но сейчас уже все родители точно понимают, что это нужно. Это самый острый и высокий запрос рынка. Поэтому, если вы начинающие предприниматели или если вы уже что-то сделали, посмотрите в сторону развития детей, своих, чужих, всех детей. И выбирайте, например, нашу франшизу по развитию мозга в проекте «Мозгошкола». На протяжении двух выпусков мы говорили об образовании, сложном, нестандартном и очень многогранном бизнесе. На следующей же неделе мы рассмотрим сферу услуг и, в частности, ресторанный бизнес. С вами был Тимофей Александр. Это проект «Минус на минус». Увидимся!